Перевод. Тогда Двивида, самая могучая из всех обезьян, руки которого были подобны стволам пальмы, сжал кулаки и, подойдя к Господу Балараме, стал бить его в грудь. Разгневанный Господь Ядовов отбросил свою палец и плуг и просто рукой ударил Двивиду по ключицам, отчего тот упал, изрыгая кровь. Комментарий. В книге Кришна Ашила Прабхупада пишет «Тут Господь Баларама не на шутку рассердился. Поскольку Двивида дрался в рукопашню, Господь Баларама не стал пускать в ход свое оружие, палец и плуг. Он ударил Двивиду кулаком и перебил ему ключицу. Этот удар оказался для Двивиды смертельным». ОМА ГЯНА ТИМИРАНДАСЬЯ ГЯНАНДЖАНА ШАЛАКАЯ ЧАКШУРАНМИЛИТАМИНА ТАСМАЙ ШРИ ГУРАВЕ НАМАХА СВИЧАЙ ТАНЬЯ МАНОБИШТАМ СТАПИТАМИНА ГУТАЛЕЙ СВАЯМ РУПАКАДАМАХЯМ ДАДАТИСВА ПАДАНЦИКАМ ВАНЧА КАЛПАТАРУБЯШЧА КРИПА СИНГУКЬЯ ЭВАЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНИБЬЮ ВАЙШНАВИБЬЮ НАМО НАМАХА ГАЙШРЬ КРИШАНА ЧИТАНЬЯ ПРАБУНИТЬЯ НАНДА ШРИЯ ДВАЙТАНГАДАДАДХАРА ШРИВА САДВИГО cho continue to experience Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Намаму Вишну Падая, Кришна Прештая Бодрища, Матихват Тивиданта Слава Мини Тинамине, Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани Прочарени, Нирвишешешешанни, Рады Паштятирадыеша Терени. Тогда Девида, самая могучая из всех обезьян, руки которого были подобны стволам пальм, сжал кулаки и, подойдя к Господу Балараме, стал бить его в грудь. Разгневанный Господь Ядовов отбросил свою палец и плуг, и просто рукой ударил Девида по ключице, отчего тот упал, изрыгая кровь. Мы постепенно завершаем читать главу, которая описывается в сражении Господа Баларамы с гориллой Двивидой, которая вела себя очень демонично. И здесь давались достаточно красочные описания того, что происходило до этого. Это все происходило недалеко от Двараки, то есть на берегу океана. Судя по тем описаниям, которые там даются, что Девида заходил в океан и руками своими поднимал волну, цунами создавал, и эти волны, они затапливали прибрежные деревни. Такое могущество было. Далее, когда они уже в схватку вступили, говорится, что Двивида кидал огромные камни в Балараму, а Баларам свои палецы отражал их. Напоминает игру одну на Западе популярную, бейсбол или крикет, как там она по-разному называется. Один кидает мячик, другой отражает свои битвы, что-то такое происходит. То есть все вот эти игры фактически, которые существуют в современном мире, они имеют свои прообразы в духовной реальности, в играх Бога. Человек ничего принципиально нового придумать не может. И так эта битва продолжалась какое-то время, и говорилось до этого в описании, что Двивида убил многих, женщинам жизнь попортил и так далее. В общем, много всего совершил, и в какой-то момент он услышал это сладкое пение, которое раздавалось с горы Райватака. Это гора тоже недалеко от Двараки, где Господь Баларама со своими, как выясняется, многочисленными женами танцевал. То есть мы знаем, что в целом у него вот кто там, Ревайте, да, и Варуни, две жены. Но вот здесь, если посмотреть на 12 стих, тут говорится, что это его были супруги, причем это было, много их. И с этими своими супругами он там танцевал, развлекался. И Двивиду эти звуки, пение, веселье привлекли, и он решил тоже поучаствовать. Он там появился и начал бесчинствовать, демонстрировать всякие разные части своего тела и так далее, дразнить их, оскорблять. И какой-то начался конфликт. Но потом он приобретал все уже более и более серьезную фазу, вплоть до того, что в конце концов Баларама убил его. И сразу бросается в глаза разница, что Двивида подошел к Балараме и стал изо всех сил бить его в грудь. И никакого эффекта не было. Абсолютно никакого эффекта не было. То есть, значит, силы неравны на какая-то разная категория, потому что тело Господа, садчитананда, веграха, тело из полной вечности, знания, блаженства, ему невозможно нанести какие-то там тяжкие телесные повреждения, потому что у него тело не такое, как у нас, как Вышипаниша, говорится, что он не имеющий вен. То есть, нет всей этой физиологии, анатомии, как у нас. Хотя при необходимости Господь может проявить что угодно, чтобы ввести в заблуждение различных атеистов, материалистов, которые утверждают, что где-то в Индии есть могила Кришны и так далее. Хотите верить в это? Пожалуйста, вот вам тело. Верьте. Но в другие моменты он демонстрирует истинную природу своего тела. И никакие усилия Девида не приводили ни к чему. В то время как, когда Баларам, его чаша терпения была переполнена, как говорится, крутга, крутга или кротга, гнев уже полностью возобладал, один удар в область ключицы, и он умер. Ну, мы знаем, что обычно, редко такое бывает, что покалечить можно человека в область ключицы, перилон там какой-то, да, так, чтобы человек умер. С чего бы это? Говорит, что у него кровь пошла. Кровь пошла изо рта, это означает разрыв внутренних органов, кровоизлияние внутреннее. Это значит, что удар был такой силы, что хотя он может прийтись в любую, как говорится, часть тела, но от этой силы удара происходит внутреннее кровоизлияние и всё. То есть мы видим разная природа тел, обусловленного живого существа и тела Верховного Господа, хотя, по видимости, он вроде как такой же, как мы. И возникает вопрос, почему Кришна не использует в отношении демонов тактику упреждения? Почему он позволяет им всё-таки кого-то убить, кто-то пострадал, какие-то женщины пострадали, какие-то люди были убиты? Как иногда, говорит, что-то происходит, какое-то там событие трагическое, с какими-то жертвами, и пишут там в этом, что благодаря своевременным, самотвержным действиям такого-то и такого-то были, значит, там, основали, потому что иначе жертв могло бы быть больше. Так вышло. То есть такое ощущение, что какая-то помощь приходится с каким-то опозданием. Кому-то, грубо говоря, не повезло, кто-то попал под раздачу, сначала его убили, а вот остальным повезло, потому что в какое-то время, значит, какие-то появились спасатели, какие-то силы, пожарники, неважно кто, или сам Господь, и вот как бы они спасли, и молодцы, потому что иначе жертв могло бы быть больше. То есть такое ощущение, что какая-то случайность, кому-то не повезло, кто-то попал под раздачу, на первой фазе этого демона не обнаружили, и он кого-то убил, а потом уже Господь вмешался, и остальные были спасены. В чем же секрет? Господь ведь знает все заранее. Понятно, что наши спасательные службы, они всегда приходят с опозданием, потому что они не знают, что там будет, да? И когда они только позвонили, тогда они, да, на всех парах уже спешат. Но ведь Господь все знает заранее. Почему мы не действуем с упреждением, все понятно, мы не все знаем. Но Кришна знает все заранее. Почему он позволяет такие вещи? Мы говорим, ну не повезло кому-то, кому-то повезло. Так рассуждает невежественный человек. Человек, который обладает каким-то знанием, он говорит, ну что ж, за этим всем повезло, не повезло, стоит определенная воля параматма. Потому что везение и невезение, это что такое? Это дайва. Дайва это параматма, это божественное вмешательство, это божественная воля, это сила проведения. Вот что такое дайва. Мы вспоминаем 18 главу Бхагавадгиты, где Кришна описывает пять факторов деятельности. Поле деятельности, деятельность, различные усилия, различные инструменты. И в конце концов, дайва параматма, которая дает добро на то, чтобы какие-то действия случились, как хорошие, так и нехорошие. И поэтому вот это вот повезло, не повезло, это разговоры невежественных людей. Люди, которые были таким-то знанием, они понимают, почему кому-то повезло, а почему кому-то не повезло. Кто попал под раздачу, а кто спасся. Как говорится, повезло, да? Подфартила ему какая-то помощь, пришла и так далее. Какой-то человек опоздал на самолет. Не повезло? Не повезло. А потом выяснилось, что этот самолет разбился. Так повезло или не повезло? То, что он опоздал на самолет, вроде как не повезло. А потом выяснилось, что он разбился, ну, слава тебе, Господи, повезло. Видите как? И мы не всегда понимаем, как так? Что такое повезло, что такое не повезло? Что такое проклятие, что такое благословение, когда чит ракету в истории в шестой песни бого там попал под проклятие порвать и повезло или не повезло ну когда попасть под проклятие порвать и конечно не повезло но когда она прокляла его и шива и он так смиренно все принял чит ракету все эти вещи шива сказала посмотри как вайшнав принимает проклятие легко да и чит ракету что сказал гуна праваха это смен как шапах патану граха как сваргах на рака ким буром что в этом мире когда мы находимся этом гуна правахи в это в этом потоке гун то на рака то сварга тора это а то проклятие благословение кто здесь может понять что есть на самом деле проклятие что благословение то есть с определенные точки выглядит все дело так с другой точки зрения выглядит все эдак и понять все может только верховный господь до конца больше никто не может понять всех этих вещей потому что мы же знаем что существует фраза нет худа без добра сначала это выглядит как худо а потом выясняется что это добро человек который опоздал на самолет это выглядит как худо а потом когда выяснилось что он не попал на тот самолет это разбился так как добро то есть не сразу мы понимаем что это за добро такое стоит за этим худо это очень тяжело понять и мы видим что тоже описаться какие-то ситуации в багово там допустим когда был убит брат дгрувы уттанапада друва начал мстить за него и он убил очень многих якши очень многих якши и потом когда какой-то предел уже видимо этому наступил уже вмешались высшие силы там маму кувера на скале друга друга остановись остановись все хватит за 5 получается кто-то погиб а кто-то не погиб они попали под раздачу дула другие не попали или когда махараджа джанамиджая решил отомстить за смерть своего отца махараджа парикшита и уничтожили всех змей во вселенной потому что парикшит погиб от этого огненного змея огнедышащего змея точнее такшики он устроил эту сарпа ягию великую и брахманы в черных тхоти с черными чадрами со шнурами не через левое плечо через правое плечо проводили эту страшную ягию на уничтожение вот из всей вселенной летели эти змеи в этот огонь и все это это было кошмарное зрелище на самом деле жуткая абсолютно и до какого-то момента тоже это уничтожение было позволено а потом кто там интро или брахма сколь стоп-стоп-стоп-стоп-стоп джанамиджа хватит то есть опять кто-то погиб а кто-то не погиб как-то капризы судьбы или что это такое почему воля дайвы позволяет одним погибнуть другим нет если мы говорим это просто воля случая просто случайность невежественные разговоры мы говорим что есть карма но карма опять же сложна для понимания что-то мы понимаем что-то мы не понимаем потому что карма так развивается что когда человеку прилетает что-то и он вообще не понимает за что вроде каких-то причин очевидных то и нет а кому-то должно прилететь а ему не прилетает и мы тоже не понимаем как это все поэтому кришна говорит бхагавадгите в 14 главе хитросплетения кармы крайне сложны для понимания для того чтобы понимать эту карму нужно знать всю предысторию все эти вот связи знать судьбу конкретного человека потому что санчита карма вся вот эта вот куча кармы которую мы наработали за предыдущие рождения она реализуется по непонятному нам плану какая-то часть этой санчита кармы сейчас реализуются какая-то через три жизни и мы не понимаем алгоритма по какому принципу это все построили потому что если очень сильно переплетено очень сильно переплетено и в некоторых религиях есть такая дивная фраза ну не в некоторых а в одной религии есть такая дивная фраза которая очень изящно кладет конец всем попыткам мыслить на эту тему пути господни неисповедимы не мудрствую лукаво слышали до города чтобы это значило во первых тонким образом демонизирует сознание мудрство значит быть от лукавого от лукавой кто такой сатана поэтому если вы будете мудрствовать то фактически вы на стороне лукавого какой смысл мудрствовать лукаво если пути господни неисповедимы очень изящное решение проблемы очень изящно и в этом есть доля правды ведь действительно бога до конца понять нельзя как вы все его планы поймете вдруг ни с того ни сего наше сознание его сознание он вебу бесконечный ананта мы она маленькая частичка атомарная частица сознания как это атомарная частица сознания способна вместить планы личности чё сознание бесконечное поэтому это очень удобная формула пути господни неисповедимы тогда возникает вопрос а знание тогда вообще зачем мы должны пытаться разобраться или мы должны должны пытаться разобраться понятное дело что всех деталей мы понять не можем это совершенно точно но какие-то общие принципы понять можно какие-то общие принципы что господь никогда не будет кого-то там наказывать или подставлять какую-то ситуацию если с этой личностью ничего такого не и поэтому иногда представители этой религии которые настаивают на то что пути господни исповедимы они говорят что это произошло человеком не из-за кармы а просто из-за того что господь на примере этого человека решет что-то показать продемонстрировать использовать его в качестве наглядного учебного пособия для всех да вот он кого-то выбралось возникает другой вопрос почему это выбрал другого не выбрал но опять пути господни не исповеди но по меньшей мере закон кармы позволяет нам понять что господь делает свой выбор не на основе какого-то просто каприза вот хочу его на нем хочу вам показать вам что-то а по определенным причинам то есть это причинно-следственная связь сохраняется в любом случае и конечно в полной мере мы проследить ее не можем но если мы почитаем внимательно шимат бхагаватам то буквально в самом начале говорится что в начале господь при помощи своей энергии сотворил энергию причин и следствий то есть это закон который учит живые существа ответственности то есть еще раз карма не столько ставить своей целью наказать сколько научить люди которые не хотят учиться и которые не воспринимают жизнь как школу как уроки они склонны думать что бог просто наказывает гневливый отец которому не понравилось поведение какого-то там капризного ребенка он может его шлепнуть наказать но если отец не просто гневливый но еще и любящий он обязательно объяснит за что чтобы подобное не повторялось поэтому при поверхностном взгляде может показаться что господь просто наказывает при более глубинном взгляде выясняется что он учит то что живые существа медленно учатся это уже наша проблема всегда требуется прокрутиться много раз какой-то ситуации прежде чем человек чему-то научился повторение мать учения и порой люди на одни и те же грабли на пусть наступает много раз до тех пор пока не дойдет как работает стиральная машинка у нее грязное белье закидываем какой-то там порошок вода и включаем что она начинает делать начинает крутить она крутится многократно до крутится крутится а чего один раз не крутится мало потому что грязь где-то въелась глубоко требуется какой-то вот самый элемент который растворяет это вода чисто и требуется многократно прополоскать потом еще раз потом через центрифугу что за процесс такой да это то же самое что с нами происходит абсолютно то же самое люди медленно учатся люди медленно учатся поэтому многие вещи они неоднократно повторяются 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 люди говорят о господь наказывает я ничего не понял за что мне какие-то грехи совершил в прошлое позапрошлое там какой-то жизнь я уже все забыл наказание приходит сейчас я не вижу никакой связи между предвступлением наказанием все бесполезно всю пустую машинка крутится не впустую то есть нужно с каждым проворотом с каждым оборотом чуть чуть меньше грязи остается просто наше мышление в гуне страсти что нужно вот все вот быстро да вот новому очищались мы быстро бы я не думаю что господь как специальный бы затягивал процесс просто живые существа привязаны к определенным концепциям к определенным каким-то грехам к определенным каких-то вкусов вкусом и поэтому требуется порой много времени для того чтобы вот эту всю дурь из нас выбить и не просто будет наказать да а чтобы именно в конце концов а в какой-то момент у нас пришло вот это вот в голове осознание я все понял и вот этот качественный момент перехода когда живое существо уже выскакивает из этой вот порочной колеи в которую она крутилась которая совершала какие-то определенные запретные действия вот поэтому как правило мало людей с таким знаете вот чистым разумом чтобы услышал и понял или увидел и понял большинству людей приходится проходить на собственном опыте все эти вещи поэтому материальный мир так не спеша нас учит не потому что система такая медленная а потому что большинство людей вот такие сильные привязанности привязанности сильные а разум не сильный вот он замечательное сочетание привязанности сильные а разум не сильный это я означаю что приводится еще раз еще раз и еще раз и еще много-много раз как в песне поется вот потому что иначе вот никак до живого существа не доходит и пока вот это вот еще раз еще много раз проходит мы уже теряем связь причине следствия гримы ничего не поняли ничего позже поймешь мы же когда-то тоже не понимали правильно сейчас мы что-то начали понимать а было время когда мы ничего не понимали но пришли ждал терпел на хорошо ты не понимаешь когда-нибудь поймешь поэтому дело не в какой-то там несовершенной системе бога а дело в том что живой существо просто медленно учиться и что нужно много раз повторять какие-то ситуации вот и поэтому мы видим внешняя жизнь напоминает какой-то хаос какую-то череду каких-то случайностей одному повезло другому не повезло этого убили этого не убили почему там полиция и пожарные приехали позже когда тут уже пострадал мы говорим у одного карма такая у другого другая причем карма мы должны должны понимать карму как что-то исключительно негативное карма может быть позитивная мы говорим о том нас пострадал почему по карме а этот спасся почему тоже пока этому карму пострадать а этому карма спастись поэтому несмотря на то что пути господни конечно же неисповедимы вот это вот мудрствование оно не всегда и не обязательно будет лукавы потому что кришна говорит матахсу литургянам эпоха намчать от меня исходит знание память изобрения и лукавы здесь совершенно ни при чем поэтому идея о том что бог до конца не постижим мы ее не отрицаем да действительно но это вовсе не значит что мы не должны пытаться понять потому что если мы не пытаемся понять то мы не научимся и поэтому можно просто утешать всех как некоторые религии делают но почему это произошло когда происходит какая-то стратегия какая-то трагедия и так далее люди приходят церковь и священникам говорит ну бог любит всех но пути господни неисповедимы не можем до конца понять поэтому просто смирись и успокойся нормально то есть как ни странно большинство людей этим довольны поэтому есть такие вот священники утешители они сами до конца не знают и поэтому такая стратегия в принципе задач это большой нет какие-то объяснения это все лукавое мудрство знания потому что нет поэтому тут то мудрство это ноту какой-то другой партии сосредоточку кого но кришна прославляет знания в четвертой главе бхагава бит и он говорит нет ничего более ценного и возвышенного в этом мире чем трансцендентное знание и тот кто достигает совершенства на пути преданного служения в конце наслаждается плодом этого знания кришна про знания совсем другие вещи говорят он говорит что благодаря огню знания я на огне а в конце концов сгорают все последствия кармы вместе с корнями не просто сгорает а вместе с корнями иногда бывает видно по осени сжигают траву сухую сожгли все пепел весной опять проросла почему корни остались но я на огне огонь знания сжигает не просто последствия деятельности последствия грехов он сжигает также и корни мы знаем что все наши глупые действия начинаются от а види а видя невежество а видя означает буквально я не вижу вид 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 видеть а где значит не вижу чего же не вижу я не вижу крышу я не вижу источника всего я не вижу а если я не вижу его значит я не вижу всех связей тонких богован самбанха знание о том как богован всех связал как все связано это все попадает серого вид я этого не вижу и поэтому мне кажется что мир это просто какая-то игра в которой я могу делать принципе что хочу пока не попадусь потому что я богована не вижу мы думаю что и он нас не видит мы его не видим но он то нас видит и поэтому несмотря на то что до конца конечно всех деталей понять невозможно но в чем-то разобраться можно по меньшей мере в чем моя ответственность и почему порой как кажется с хорошими людьми происходят плохие вещи есть даже брошюра на такого какого-то христианского протестантского проповедника сам американец почему с хорошими людьми происходят плохие вещи и поводом для написания этой брошюры воздушила то что его сын умер в молодом возрасте не было какое-то очень редкое заболевание и согласно поэтому заболевание очень быстро скорее стоял и буквально очень молодом возрасте уже был приехать древним стариком есть какие-то процессы в теле шли очень очень быстро вот и поэтому он уже в молодом возрасте был дряхлым стариком то есть прожил свою жизнь в режиме перемотки такой очень-очень сильно и поскольку христианство отсутствует идея карма реинкарнации всех этих вещей нужно было как-то все это объяснять то есть обычный человек но он бы там не знаю погрустил бы да и все он священник то есть на него люди смотрят как он будет реагировать как тоже он должен что-то объяснять подобные вещи как он пытался объяснять что либо бог не всемогущий иначе как он такого может допустить либо бог не всемилостивый тоже трудно допустить и в конце конца вывод таков что все-таки до конца не понимаем поэтому это очень простой пути господь и неисповедимы . на этом как бы должен успокоиться а все остальное мудрство нет лукавого вот такая вот судьба рассуждений в системах где нет знания они действуют как утешителю это нормы многих людей это устраивает что ты пытаешься разобраться ну что ты душа может понять в планы бога какой-то у бога есть непостижимый план он господь любит он позаботиться на то что произошло ну как мы можем это понять успокойся просто утешитель просто утешитель и для многих это нормально но кроме этого есть еще все-таки божественное знание которое позволяет если не целиком то в достаточной степени понять какие-то вещи допустим тот же джиотиш астрология может показать какие самскары какие впечатления какие стремления принес с собой из прошлого тоже какие-то системы они демонизируют это все еще ведь нельзя бог скрыл от нас что-то он скрыл но что-то он открыл какие-то вещи мы можем приоткрыть опять же для чего а для того чтобы сделать выводы для того чтобы уроки какие-то принять для того чтобы понять что человека в принципе может ждет ждать таким запасом потенциалом кармы так далее то есть опять же это нужно не просто любопытство радио вот интересно что там было а для того чтобы появилось чувство ответственности что наше настоящее это результат прошлого а наше будущее это результат того что мы делаем сейчас то есть живое существо может увидеть себя в этом потоке времени увидеть преемственность как мои поступки прошлого привели к нынешнему настоящему если я хочу иного будущего как я должен действовать поэтому мы не можем просто найти убежище вот в этой вот в этом утверждении пусть и господне неисповедимы которое без сомнения верно но она не снимает с нас ответственность за то чтобы мы учились и делали какие-то выводы потому что с одной стороны мы можем сказать что если пути господне неисповедимы то в чем тогда вообще наша ответственность кажется что бог какой-то вообще самодур который что хочет тут творить и мы идут просто какие-то заложники как ребенок достал игрушки из коробки там поиграл этого туда этого суда этого сломал этого выкинул то есть такое разница впечатление но бог не самодур если он любит нас то видимо все что происходит на какое-то наше благо если мы не до конца можем понять его божественные планы то хотя бы то сказать увидеть какую-то хоть какую-то долю своей ответственности почему я в этой ситуации можно сказать что две вида да это тоже душа тоже частица бога но почему он оказался в роли демона что просто господь по своему каприю сказал все ты будешь демоном и так решил нет две вида стал демоном потому что своем прошлом он совершил определенно оскорбительные действия эти оскорбительные действия изменили его сознание и теперь как результат этих оскорблений прошло он ведет себя его сознание от оскорбления сознания меняется худшую сторону видение искажается виде не можно исказить как как через как в каком-то кривом зеркалечек вид реально все искажается какие-то маленькие недостатки становятся огромными а достоинства куда-то скрывается если мы когда-то были в комнате кривых зеркал туда у нас как если мы попали до а маленький но станет большим потому что это большое вдруг стало маленьким вот такое искажение поэтому люди совершавшие определенное оскорбление их меняется видение и теперь они готовы какой-то маленький чей-то недостаток раздуть вообще да невозможных пределов а все достоинства этого человека аннулировать как будто их нет вообще так действует сознание человека искаженного из этих из этих вот оскорблений и поэтому это не просто так что каким-то там своим царским капризом господь решил что он будет демоном а этот будет праведником полубогом нет у всего этого есть свои причины и в этих причинах мы вполне активно поучаствовали если живые существа должны принимать свою ответственность вот потому что иначе процесс обучения он бессмысленный представьте себе я учусь 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 до становлюсь лучше и лучше а господь со своими какими-то непонятными капризами все равно меня там раз этом под нож пустил непонятно никаких гарантий учения если его вот эти вот неисповедимые планы если его какие-то там божественные капризы и воли если они решают все то моя ответственность в чем вроде вот я хороший да об этом вдруг раз со на какие-то плохие вещи происходят а пути господь и неисповедимы это непостижимые планы бога верно отчасти верно но почему все таки я оказался в этом положении видимо потому что есть какая-то моя ответственность поэтому подводя итог мы можем сказать что да конечно же мы далеко не все можем понять но по меньшей мере когда мы изучаем такие произведения как чем от бага там и вся ведическая литература очень много чего открывается очень много не все очень много чего открывается и цель этого что открывается это опять же не любопытство удовлетворить а научиться для того чтобы живое существо стало более ответственным за на свои поступки али пришли у нас у нас больные качества есть и мы стараемся понимать что это плохо мы очень трудно с ними что-то сделать и нам просто как бы нуждать реакции которые мы получаем за то что проявляем эти больные качества или ну все равно как это тоже ну то есть вот наша ответственность это ответственность все равно как-то страшно я знаю что у меня какие-то больные качества и я действительно буду какие-то реакции приходить то есть вот у меня как бы страх за то что будут приходить реакции из-за того что у нас есть дурные качества страх результат привязанности мы привязаны мы знаем что душе ничего не угрожает реакция все приходится по физическому телу и по тонкому телу нашему приходят реакции нашему физическому телу приходят реакции поскольку мы отождествляем себя с умом и телом то мы боимся мы не хотим реакции с другой стороны как я сказал в лекции этот вот третий тип разума он подразумевает что по-другому живую существу что не научится первый тип разума услышал и понял даже не увлекаешься в процесс второй тип разума услышал не понял нужно увидеть наглядно когда его теперь я понял то что я услышал и третий тип разума услышал не понял увидел не понял нужно саму пройти и поэтому вот эта вот ситуация что я боюсь определенная реакция с одной стороны она нормальная потому что ну на уровне обусловленности нормально бояться каких-то наказаний реакции вот но другой стороны может быть это повод начинать переходить на другой уровень разума тем более какие-то вещи в нашей жизни уже были то есть вас есть история знаете что это было раз-два-три были вот такие вещи то есть подразумевается что теперь должны быть какие-то выводы это не просто какие-то выводы а это переход на другой уровень разума что теперь уже необязательно меня наказывать в угол ставить теперь я могу уже услышав или хотя бы увидев что-то да вот все-таки сделать выводы то есть опять же кришна повышает уровень нашего разума боишься наказаний не хочешь наказанием и даже естественно но тогда нужно сделать так чтобы до этого не доводить то есть понятно что качество меняется не быстро потому что этот принцип самскара вался на в рите этот поэтапное формирование нашего характера и вот ну наши обусловленности она работает вот но что стирает уничтожает в конце концов все эти самскара и потом уже разрушается вся эта последующая модель ваться на иврите опять же знание но в данном случае подкрепленную опытом вот поэтому плюс ко всему прочему мы знаем что есть гуны природы и под влиянием гуны страсти и невежество чек более реактивен то есть он более склонен попадать в одни и те же ситуации неоднократно реактивность такая вот мы не сказали так а я ответил эдак и ничего поделать с этим не могу но узнаешь что стяжение гуны благости она уже выводит человека немного из этой вот порочной порочного цикла реактивности вот то есть благости нас характеризуется такими качествами мы знаем как терпение самоконтроль да все эти шама дама то паша и учам и так далее вот то есть у человека повышается вот эта вот способность контролировать себя когда мы говорим допустим о контроле чего-то на чем-то контроль всегда осуществляется сверху не снизу на сверху вот и поскольку благость это самая высокая из материальных гун то в строгом смысле слова контроль может осуществлять только на этом уровне чек в гуне страсти допустим администратор он может осуществлять контроль над теми кто в невежестве какие-то рабочие масса не там зато могу не ли курят пьют спят он приходит так много встали все кончай курить да то есть он в гуне страсти пришел и вот это вот их невежество все пробудил замотивировал их хорошо покрыл их там сказать определенными эпитетами да они все раз сама встрепенулись работать начали то есть он в гуне страсти контролирует эту гуну невежество тамагу но гуна благости контролирует страсть то есть мы не можем вот эти вот все вещи которые в нас есть от гуны страсти или невежество контролировать продолжая оставаться в той же гуне то есть контроль весь осуществляется всегда свыше надсмотрщики какие-то вышки сюда не наверху эти заключенные ходят внизу на смотчик стоит наверху чтобы был выше обзор у него какое-то оружие если там какая-то система связи коммуникации если что сразу включается какие-то механизмы контроля то есть контроль всегда осуществляется только свыше и поэтому если мы говорим о ком-то контроле своей природы это развитие качеств то качество даже тоже гуну правильно вот поэтому здесь с одной стороны некая рефлексия понимание что происходит какие-то выводы но для того чтобы это не происходило больше или как-то контролировалась требуется более высокий статус по гуне поэтому развитие огонь и благости естественным образом повышает нашу способность контролировать все то что у нас есть от природы допустим из страсти и невежества это не только если то есть то есть что и 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 Мы начинаем проверять, что горится в шатрах, что у нее нет темы, как вы проявили меня. Но накуда идет только у шатра, у него идет кровь, то есть лицо все разодрано. То есть как нам в этом случае, с чем руководствоваться, потому что можно сказать, что это вот его такая воля, то есть это такая лила. Но так же мошенник, можно сказать, они так говорят. Они говорят, это моя лила. То есть мы, допустим, такому человеку говорим, что в шатрах описано вот это, это не соответствует. Это моя игра такая лила. То есть вот как научиться вот этого? Ну, во-первых, сначала пункт первый, Кришна не имеет вен, у него все нет для нашей анатомии и физиологии, по идее у него нет крови, но на поле битвы Гурукшетры, когда Бишма-Дева попадал в него своими стрелами, у него лилась кровь и так далее. Кажется какой-то противоречие. Нет. Нужно прочитать внимательно самое начало Бхагавата, где Сута Госвами говорит, что Верховный Господь является своей игрой при помощи внутренней энергии. И то же самое повторяет Брахма в девятой главе третьей песни Бхагавата, где молитва Брахма, дарование Создательной силы. Он тоже говорит там об этом, что деяние Верховного Господа протекает под влиянием внутренней энергии. А что такое внутренняя энергия? Внутренняя энергия по определению Бхагавата Натхакура это то, что делает невозможное возможное. Я сейчас забыл тут статую на санскрите или на Бенгалике Бхагавата Натхакура. Он говорит, что внутренняя энергия это то, что делает невозможное возможное. То, что разрешает все окажущиеся противоречия. Поэтому, когда мы говорим, что Кришна не имеет вен, а у него нет всей этой нашей физиологии, нет крови, на пуле битвы Курукшетра у него льется кровь, потому что стрелы Бишмы попадают в него. Как это нам понимать? Очень просто. У Кришны нет вен, у него нет крови, но в отношениях с Бишмой он являет определенную вирия расы. Вирия сражения определенной. В сражении часто льется кровь. Поэтому раса требует этого. Раса требует этих всех вещей. Плюс понимание, что все деяния Господа проходят под влиянием внутренней энергии, которая опять же делает невозможное возможным. Касательно второй части вашего вопроса, как нам реагировать на мошенников, которые утверждают, что я Бог, и когда мы говорим, что ты не упомянут в шастрах, и он отвечает, что это наша Лила, самое правильное – это предложить ему свои поклоны. И выйти из игры. Потому что с неадекватами… Ну, если вы пришли в сумасшедший дом, и там кто-то начинает говорить, что он Наполеон, кто-то там еще… Но если вы вовлекаетесь с ним в серьезные разговоры, это означает, что вы опускаетесь до его уровня. Вы воспринимаете его серьезно. Понимаете? То есть человеку, который говорит, что он Бог, ему место в определенной палате, в определенном заведении. Понимаете? Вот. И сумасшедшего невозможно убить в том, что он сумасшедший. Сумасшедший полностью уверен в том, что он нормальный. Вот. Поэтому, если вы не какой-нибудь там психиатр, профессионал, да, который может как-то там вывести человека, ну, или показать ему какое-то там несоответствие и так далее, вот, то зачем тратить время на таких людей? Если ты Бог, и это твоя лила, то странные у тебя лилы. Можно просто биографию этого человека рассмотреть, да? Вот. Потому что у Бога-то у него разные лилы. Разные лилы. И в том числе, ну, как сказать, Павупада говорил, пусть продемонстрирует вселенскую форму. Вот. Я помню у нас в Владивостоке в первом храме. Давно-давно. Один пытался демонстрировать вселенскую форму. Вот. За руки, за ноги выносили его оттуда. Вот. Он там говорит, сейчас я вам покажу свою вселенскую форму. Ну, бывают, да, чудики такие. Чего только не бывает. Вот. Поэтому, когда человек утверждает, что он Бог, это означает, что он болен. Вот. И также это означает, что он не понимает, что он болен. Поэтому больного нужно успокаивать, чтобы он не это самое, не раззадорился, чтобы он не начал там крушить все вокруг, вселенскую форму проявлять. Сказать, да-да-да, конечно, да, примите наши поклоны, да, вся вам слава и хвала. Вот. Если вы не обладаете квалификацией Кришны, так сказать, ну, или какого-то вот такого очень высококвалифицированного психотерапевта, вот, то лучше всего с такими людьми не общаться. Потому что если вы будете пытаться их загонять в какую-то там логическую ловушку, вы не понимаете, как ведет себя эго. А ведь у ложного эго у него есть замечательный аргумент, замечательный аргумент, который обычно напоследок припасают, и аргумент такой, а все равно. Он говорит, а все равно. Правопадр рассказывал историю, что там кто-то с кем-то там спорил, вот, о чем-то там, уже не помню, вот, что лучше, ножницы или нож, там, и, как в конце концов, кого-то там переубедили, вот, что нож лучше, и он этого человека, который отстаивал, первостепенствовал ножниц, спихнули его в реку, и он уже тонет и показывает все-таки нет, ножницы лучше, понимаете, он уже тонет, все, но он все показывает, что я прав, а все равно. и против этого аргумента а все равно уже никакого контр-аргумента нет и к нему все равно придет и к этому аргументы неизбежностью придет поэтому в пустую тратите время у меня вопрос в контексте как нам правильно обращаться понимаете диалог души и бога он вполне закономерный нормальный но для этого диалога нужно быть квалифицирован и у кришны есть способ коммуникации с нами он уже есть не то что мы куда там что-то сделаем а кришна на себе волосы рвет ой он не понимает что я хотел как же ему объяснить и он опять не понят так не поняли кришна бедный там еще не знаю когда нас донести как немой какой-то да как дух бестелесный все думают что он умер он там вокруг бегает прыгает кричит а его никто не видит и он бедняка не знать когда нас донести чужом там чувства нет кришна не такой у кришны миллион способов донести до нас свое послание что он хочет для людей склонных какому-то там не знаю мистическому видению каким-то знаком и так далее может во сне присниться сказать кому-то он может просто через какого-то человека кто-то может быть книгу открыл на какой-то странице я там прямо вот раз все а иногда может быть чек просто там еще какой кино смотрит и главный герой какую-то фразу такой год который бум прямо аж выстрелила примут ответ такой вот то есть у кришны миллион способов везде говорится его руки ноги глаза и уши везде все поэтому у кришна нет никаких проблем с тем чтобы донести до нас свою волю у нас есть проблема понять потому что мы иногда настолько ментально активны что своей ментальной активностью мы как бы перекрываем а может быть то а может быть это прямо у нас раи роится столько мыслей там плодотворных вот поэтому в читании через там рите говорится самом начале в первой главе что изначальный гуру кришна это чаите гуру бог в сердце парамадма но поскольку обусловленная душа не способна правильно понимать и слышать парамадма то перед обусловленной душой изначальный гуру предстает перед нами как другой гуру освобожденная душа который говорит с нами то это из парамадма поэтому выражаем почтение учителю как богу потому что он есть внешнее проявление парамадмы так прям шастах сказано вот и гуру опять же узкое понимание гуру это вот вот он мой один дикше гуру на в яссаме сидит весь в гирляндах понимаете а более широкое понимание гуру что гуру таттва это все кто нас учат понимаете с разным уровнем ответственности и мать отец кто-то еще может быть нашему гуру понимаете для билломанга ладхакура его первым гуру было это женщина которая ходил удовлетворять свою похоть понимаете и он свои книги кришна карнам это в качестве эпиграфа написал чем там они моему первому гуру вот поэтому гуру таттва она очень широкая очень широкая и вопрос в том насколько мы внимательны если мы хотим получить ответ от бога запрос нашей стороны может поступить от нормально кришна я чего-то не понимаю чего-то от меня хочешь и он ответит вопрос насколько мы внимательны и чувствительны к окружающим поведению каким-то там голосом и так далее а если ничего не происходит вообще полная тишина я чувствую глаз вопиющего в пустыне я говорю бог не слышит меня а отсутствие ответа это тоже ответ только вы нужно правильно понимать как говорится молчание знак согласия с чем это означает что пока он не дал каких-то ясных распоряжений отделы что делал значит и пока еще не достиг какого-то результата или уровня на том что ты сейчас должен делать прежде чем получить что-то более высокое поэтому отсутствие ответа это тоже ответ мы говорим я написал там кучу писем не ответили это очень мощный ответ только я его не понимаю это ответ о том что пока пусть сохраняется статус-кво как есть так есть семат бхагаватанки и джа и шива правопада кейджа и горе кришне